На године Куполова 12-го и на улицах не весьма шматлюдно, больше людей в этот час находится на своих просовных местах. Официальный статус беспросовного в Гомельской области мают только 7 с половой тысяч человек. Это до речи 1,2% от огольной колькости процоздольного населения. На протягу недели четырех опошних годов эта личба находится практически на одном узровне. Инчая справа, что колькость пропонуемых вакансий скоротилась. Сегодня на каждое просовное место претендуют два беспросовные. При этом в Гомельском городском управлении по праце занятости и социальной обороны признаются, да помогче усим вельми тяжко и по ящерной причине. Зараз предприемством потребны только специалисты высокой квалификации. Нанимателю нужен тот специалист, который принесет наибольшую производительность труда. Как результат это повышается уровень доходности на начало человека, выработка увеличивается, ну и благостание увеличивается. Поэтому сегодня имеются лица, которые стоят на учете, к сожалению, с низким уровнем квалификации. Еще одна заявка, которая стоит на рынке працы – неполная занятость. Мониторинг ситуации на Комчине ведется постоянно. Сгодно с оперативными даденами областного комитета по праце, занятости и социальной обороне, зараз эта проблема. Тричатся 42 предприемства региона. По режиму неполной занятости працуются около 10 тысяч человек, причем за прошлый день их колькость снизилась на 30%. При этом на таким промысловом гиганте, как Белорусский металлургический завод, на вытворчесть запросили практически у всех работников, які знаходились у отпусках по инициативе наймальникам. У вогули, коли мерковать по статистыце, наибольшие тяжкие часы застаются у минулом. По вселяким разе на предприемствах, от работы яких у значной ступени, залежить поступление у бюджет. Гомсельмаш, который в июне месяце загрузка была там, половина людей была сегодня, они работают под полную загрузку. Потому что и на уровне правительства было принято соответствующее решение для того, чтобы сохранить этот коллектив и дать возможность работать. Сегодня я скажу, что тот же самый целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске, который имел проблемы, по сути дела, с начала январа месяца, эти вопросы неполной загрузки, сегодня комбинат работает в полном режиме. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, Телерадо, компания «Гоминь».